Планета 5 звезд А главное, он не теряет своей актуальности на протяжении уже более 20 лет Ведь памятники архитектуры и шедевры, сотворенные природой Будут вызывать интерес, пока они будут существовать на нашей планете И наша задача помочь им в этом Чем больше людей узнает о них, тем дольше они проживут Первым нашим путешествием сегодня будет поездка в Крым Наша съемочная группа не раз уже там была Но с каждой поездкой эта земля все больше завораживает нас своей красотой Ялта Как хороша ты с воды Когда не надо плутать по серпантинам узких улочек то вверх, то вниз В поисках заветной парковки Темно-лазурные волны Белые корпуса гостиниц на фоне живописных гор И такой теплый озорной ветерок Сдувающий остатки усталости дальней дороги Знакомиться с Ялтой нужно только отсюда, с воды Чтобы эта картинка надолго отпечаталась в памяти, возникая при словах «Южный берег Крыма» Еще немножко пути и вот над морем появляется ласточкино гнездо, а в море скала-парус Сказочный средневековый зам, знакомый нам с детства, как олицетворение Крыма Печатался на всех открытках и календарях Он был построен на скале Авроры в начале 20 века И с тех пор вызывает своим видом такой же восторг, как и любое волшебство И только почувствовав рядом эти сказочные башенки, полностью осознаешь, что ты находишься в Крыму Доступ на балкон вокруг ласточкиного гнезда закрыт, так как скала под ним продолжает крошиться Хорошо, что мы успели там побывать раньше А сейчас специалисты ищут план спасения этого удивительного романтического замка Небольшая архитектурная достопримечательность, постоянно балансирующая на краю скалы Хрупка и прозрачная, как само сердце Крыма На побережье много дивных мест, но только у ласточкиного гнезда чувствуешь и его уникальность, и беспомощность И полную зависимость от природы, погоды и человека Еще одно признанное украшение Крыма – гора Ай-Петри На этот раз мы поднялись сюда на машине, проехав по Бучесарайскому шоссе, крутящему крымскому серпантину Еще в советские времена здесь был построен комплекс радарных станций слежения за воздушным и космическим пространством А это знаменитые зубцы Ай-Петри – правее наивысшая точка, куда мы сейчас и отправимся Когда мы спрашивали дорогу, нам советовали воспользоваться услугами местных извозчиков, пугая опасностью пути Но в сухую погоду на полноприводном внедорожнике это не вызвало никаких сложностей Ай-Петри – место поразительное во всех отношениях Здесь захватывает дух от высоты, а еще больше от красоты, оставшейся далеко внизу В ясный солнечный день просматриваются окрестности на 135 километров Канатная дорога связала побережье в 1987 году И с той поры всего за 20 минут можно преодолеть 1067 метров Это перепад между нижней станцией Мисхор и Ай-Петри Включая станцию пересадки, от которой идет самый длинный безопорный пролет в Европе По канатке обязательно надо прокатиться Это удивительное чувство Словно не ты летишь вверх, а гора движется на тебя Одна из любимых туристами достопримечательности Ай-Петри – старинная сосна Она похожа на самолет и уже более 300 лет держится на краю плато Субтитры создавал DimaTorzok Начинаясь к вершине горы Ай-Петри, мы проходим через Буковограбовую рощу Где ищем его – ягодный тис, которому 1200 лет Еще немножко прогулки по лесу и следующее уникальное дерево – клен Стевена Он на 1000 лет младше И вот она вершина Ай-Петри 1234 метра и знаменитые белые зубцы Нам повезло, мы застали время, когда предыдущие веревочные мосты уже были сняты, а новые еще не сделаны И можно было с упоением любоваться красотой настоящей природы Без коммерческого привкуса продажных туристических аттракционов Возможно, я слишком консервативна Но мне всегда не по себе Когда величественные памятники природы заставляют работать на чьи-то карман Не задумываясь при этом, как разрушается собственная карма Вы серьезная фирма? На гребне успеха? Значит, пора задуматься о своем дальнейшем развитии Более 150 представительских фильмов созданы телекомпанией «Планета 5 звезд» для выставок международного уровня Фильмы раскрыли предприятие с лучшей стороны и позволили нашим заказчикам перейти на следующую ступень успеха «Планета 5 звезд» расскажет о вас лучше, чем сможете вы И профессионально преподнесет информацию о вас вашим партнерам и конкурентам Не скромничайте, покажите себя миру Королевство Иордания надолго покорило наши сердца Небольшая страна владеет уникальными природными сокровищами Те, кто побывал в Иордании хоть раз, будут помнить о ней всегда И рассказывать о ней в надежде побывать там еще раз Этим мягким почти призрачным пейзажем мы открыли Петру во второй раз Озаренная весенним солнцем, историческая сокровищница Иордании выглядела иначе Словно и она была рада нашему возвращению И если в первый раз нереальные объемы фантастических впечатлений просто обрушились на нас И мы физически потерялись в окружающей красоте То теперь мы уже постарались рассчитать свои силы Чтобы получать максимум удовольствия от раскрывающейся панорамы древнего города Количество туристов велико в любое время года Люди продолжают ехать в Петру со всей Иордании А также из Египта, Израиля и стран Ближнего Востока И при случае стараются не упускать возможность Еще раз посетить этот розовый каменный город Который является частью культурного наследия Набатеев Две с половиной тысячи лет назад По этому щелью, образовавшимся в результате сильнейшего землетрясения Которое разорвало гигантскую скалу на две части Двигались караваны, груженные благовонными, шелком и специями Выгодное стратегическое положение Петра на пересечении торглов путей Связывающих Китай с Римом Приносили гостеприимному Набатейскому народу огромную прибыль В городе, защищенном скалами, караваны пополняли запасы воды И укрывались от грабителей Долгое время считалось, что Набатейские сокровища Спрятаны в местных горах И, возможно, они скрыты именно в сокровищнице Чей 39-метровый величественный фасад Открывается при выходе из ущелья Субтитры создавал DimaTorzok Целиком высеченной из огромной розовой скалы Это архитектурное чудо кажется нерукотворным Оно напоминает декорации к волшебным сказкам Вполне вероятно, что Альхазне была одним из главных святилищ Петра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В конце VI века до н.э. Набатии остановились в Петре Через 4 века столица Набатийского королевства превратилась в огромный город Площадью в 19 квадратных километров Количество верблюдов на батийских караванах достигало 2-3 тысячи голов А длина идущего каравана растягивалась на 4 километра Если первый визит обычно привязывается к истории И рассказы гида становятся основой экскурсии То второй визит можно целиком отдать своим глазам и чувствам И просто впитывать, не похожее ни на что, красоту каменного чуда Или исследовать древний театр, строительство которого было завершено уже при Риминах Несмотря на то, что Петре изучают уже не одно столетие Современные археологи успели исследовать не больше трети всех построек и скальных пещер И однозначных ответов, как и для чего создавались в розовых скалах эти огромные монументальные сооружения, до сих пор не найдены Долгое время, вплоть до второго ее открытия в 1812 году Швейцарским ученым и путешественникам Иоганном Бурхартом Петра считалась потерянным городом, в котором были спрятаны несметные сокровища И действительно, сотни лет, пока через город проходили караванные пути Торговля приносила Петре большое богатство Оригинальную по архитектуре многояростную гробницу урны бедуины зовут судом Считая, что комнаты с арками могли быть тюремными камерами А по преданию, в первом веке нашей эры здесь находилась королевская гробница Которая в пятом веке была преобразована епископом Джейсоном в первую христианскую церковь Петры Широкой террасы открывается вид на центр города Далеко в горах виден и фрагмент монастыря Дейр, который мы посетили в прошлый раз А восторг не утих до сих пор С приходом римлян Петра пережила очередной расцвет В архитектуру города было внесено множество изменений Город, названный императором Трояном, матерью городов аравийских, не раз посещался высокими гостями Когда в 131 году до н.э. город посетил римский император Адриан Он переименовал его в свою честь, назвав Петры Адрианской Когда римляне взяли под контроль торговые маршруты и направили их в обход города, Петра, потеряв контроль над торговлей, а с ними власть и деньги, пришла в упадок Город начал терять прежнее значение, а население покидать утомленную солнцем и долгими веками существования древнюю столицу Очередное поколение уже с удивлением взирало на гигантские фасады гробниц, возводимые предками Присутствие Набатеев стало менее заметным, когда на территорию Византийской империи пришло христианство И Петра была выбрана местом пребывания епископа Это стала последней эпохой расцвета города, а постоянные землетрясения окончательно погубили Петру Обратный путь через ущелье продолжает волновать кровь своей непостижимой красотой И начинаешь понимать древних набатеев, которые поклонялись огромным камням, считая их своими божествами Вот и до набатийского бога Душара, покровителя страны и бога царской династии Древний город продолжает неспешно открывать свои тайны И возможно, главную из них откроет кто-нибудь из этих школьников, которые на примере Петры изучают историю родного королевства Февраль последний месяц зимы И следующая наша встреча с вами состоится уже весной Но кроме наших эфирных выпусков, мы всегда ждем вас на страницах нашего сайта tvplaneta.ru Кроме привычной информации по путешествиям, вы можете почитать рассказы и пообщаться на форумах Самые популярные разделы – это форумы на востройках, где общаются застройщики, покупатели и продавцы И, конечно же, форум для садоводов – волшебные сады С вами была Елена Половинкина Всего вам доброго, счастья, любви До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok